Великий человек, великий спортсмен, великий, как человек, я думаю, что однозначно такого не было, больше, наверное, и не будет. Дай Бог, чтобы он был, но трудно представить, когда человек на протяжении такого периода футбольной карьеры, неоднократный чемпион, чемпион Европы, олимпийский чемпион, на протяжении 10 лет капитан сборной, да, это, конечно, трудно повторить. Вечная память, спартаковцы, он, я думаю, был, хотя он играл все время в Спартаке, но он был народным, если мы Федора назовем народным, то он тоже был народный. Я говорю, что я немножко пошел, не знаю, по какому, каким признакам, может, по волосу, может, по игре, немножко, то есть, немножко похоже, это был приятный. Ну что, я думаю, что мы будем весь напомнить, пока мы живы, приятно, что мы здесь, несмотря на погоду. Я думаю, что сколько будет существовать вообще для меня, Он был уникален вообще. Мы его еще научили чуть-чуть в карты играть. Он и в картах так же проявлял себя, Играем в карты, и вообще, Весь из тебя выходил, он человек в борьбе, все время. Но вы меня, ребята, извините, Под началом этого человека выходить, Выиграть не просто там какую-то игру, А выиграть чемпионство, выиграть кубок В Советском Союзе. Я считаю, это рекорд Каждого футболиста, Который посвятил себя футболу. Если он играет в команде «Спартак» И ни черта не выиграл, Так что ты там вообще играл? Вот так, образно говоря. Потому что, в моем понимании, Играть в «Спартаке» надо, конечно, что-то выиграть. То ли стать чемпионом, То ли выиграть Кубок СССР. Поэтому Игорь нас к этому и гнал. Никогда не забуду, Когда он говорил одну простую вещь. Запомните, говорит, бараны, раз навсегда. Потеряете мяч, Вы сами же будете этот мяч отбирать. Отбирать намного сложнее, чем быть с мячом. Это его заповедь футбольная. Что пускай противник у тебя отбирает мяч, Чем будет больше он отбирать мяч, Чем он игру проиграет. Физически не хватит играть до конца. Ну, многие мы не понимали этого. Мы думали, за счет ура-ура. За счет ура-ура в футболе, оказывается, ничего не бывает. Все-таки в футбол на первом месте, мне кажется, выходит мастерство. А если рядом игрок такой, как Игорь Александр Шнета, Это мастерство повышается, мне кажется, на процентов на 60-70. Много было моментов таких, Когда на самом деле мы и разбирали, Игорь орет, там кричит, шумит. Ему Николай Петрович говорил, Игорь, ну что ты орешь, команда выиграла. Мы ребят-то отбарабанили от я до я. Нет-то намного в команде баранов. Это номер, кровать, Это ужас вообще. Красота неописуемая. Телевизор стоит, там все. Когда ребята там по 4 человека жили. И он меня в бузет вводит. А у него, у Игоря, всегда была связка литературы. Там журнал «Огонек», там газеты. Читай, читай. И через каждые 5-10 минут он разговаривал с Москвой. Звонит его бывшая жена. Не бывшая, в то время она настоящая была. Воле, да. Звонит ему Яковлеву, звонит ему, там что-то не разговаривает. Вышли мы играть. Он меня никуда, ни на шаг вообще не отпускал. Ни в бупет, никуда. Ты, говорит, с этими, ты успеешь. Все увидишь. И ты у меня до внукова. Вот во внукова, говорит, я тебя сдам. Он мне, говорит. Ну а что, я его ж на выназывал. Я говорю, сам все. Для меня он был великий и тогда, и сейчас, и во все времена. Вышли играть с Каратом. Бойня была страшная. На самом деле команда была такая у них прямая, грубая. Играли так в кость. Юбка там подрался, майку мы порвали, севеду. Там была страшная драка. И я забил мяч на минуте 11. Ну, случайно, не случайно. Какая разница? Забил, полный стадион. Один номер, мы так и выиграли. Ну, я думаю, ну все. Я от него освободился. Тем более забил. Уже в душу я одеваюсь. Я говорю, сам, сейчас Шарича возьму. Говорит, никуда. Со мной. Да, вот приезжаем со стадиона, значит, утром нам улетать в отель. Я говорю, ну я все, пойду. Говорит, нет. Ну, звонок из Москвы. К слову, что Сережку сказал. И он, значит, там, разговаривает с ней. И она ему задает вопрос. Как сыграли? Я же слышу, телефон такой еще был. Это санкционар такая, трубка трехкилограммовая. Он говорит, выиграли, говорит, 1-0. А кто, говорит, забил? Говорит, забил. А вот, говорит, у меня, говорит, рядом здесь со мной баранчик лежит. Все. Это был весь Игорь Александрович. Что на него обижаться? Я только дурак мог на него обижаться. Человек, который не понимал его. Он же любя все это говорил. И Песков что-то там, мы сыграли игру, и что-то там ему не понравилось. Он нам там дает, говорит, а Игорь Александрович слышит. Ну, рядом, там, с тобой. Подходит наша усталка семья, говорил. Он говорит, на вас кричит. Поработал бы он с этими баранами. И что до вас кричит. У Баку? У Баку, да. Главный тренер. У Баку, и все. И слышит, без команды. Он говорит, а что, ну, Сарёра? Поработал бы он с ними, говорит, что... Одна игра в Москве, другая в Будапеште. 1-0, 1-1, 0-1. 2-1 никогда не было. 1-1, 1-0, 1-0, 1-1. Игорь играл в этой балде, в советской. А там играла, Серёж, в сумасшедшей команде. Там играл Грошич в воротах. Ещё надо вообще поспорить, кто сильнее, Яшин или Грошич. Вот они спорили. На весы поставили. В 50-х годах ещё была Австрия. В австрийской команде ещё была. Вот на Австрии они называли её Вундеркин. А потом самое интересное, что играли по системе 3-2-5. Прыгай 3-2-5. 3-2-5 болельщик всё просматривал. Там играл, в принципе, один в один. Каждый с каждым. Каждый с каждым. Там не было вот этой балды. Соберутся 5-6 человек по штрафной. Кто за кого отвечает. Там чётко была персоналка. Вот, например, Игорь, на это, играл всю жизнь свою карьеру. Против, например, Валентина Иванова. И видно было, кто кого переигрывает. Или я примерно говорю. Так и было. 3-2-5, это был защитник с нападающим. Кто сильней, народу было всё ясно и видно. Ну, примерно, я об этом говорил Володике Пономарёву. Мы с ним дружим. Я много, там, лет 5 играл против Володи Пономарёва. Три защитника, опять, нападающих. Ну, видно было, как кто кого, Лём и Илья его. И Симонян, тем более, подходил, говорит, ты что, он тебя, говорит, просто сожрал и всё. Так же было и с Игорем. И вот, проиграв на протяжении фактически всей карьеры футбольной, мы приехали на фестиваль молодёжи студентов в Хесенке на пароходе плыли. Старостно не было, был Симонян. Он говорит, ты отвечаешь, ну, там, может быть, связано было с деньгами или что. Ну, а в Грузии делегация была там полторы тысячи. В футбол там Лиль играл, играл ещё какая-то команда, ещё одна французская. И играл в Татабане, там, где заканчивал карьеру Грошич. Ему было уже 35 лет. И вот, к слову, о Баране. Вышли играть в Татабане. Мы их обыграли 4-0. У меня вот книга есть спартаковская, там энциклопедия вот даже, где книги у меня, всё описано. Я убегаю один, я не себя в данный момент хвалю, убегаю один на один, ну, я снова играю 3-2-5. Дохожу до передней штанги, пас назад, и Игорь забивает. Никогда он Грошичу не забивал. Играл 7-10 игр. Не там, не там. А здесь он ему на. Надо было видеть, как он был рад, Игорь. Что он Грошичу забил. Он мне так подходит, обычно баран-баран, баран, ну, баран. Профессор. Другой гладит. На другую стадию перешли. Профессор. Да, мнение. Я-то не понимал, в чём дело. Оказывается, вот эта вот вся жизнь его спортивной Игоря, у нас связана вот с этими воспоминаниями, как он против них играл. А потом, вы меня извините, вот у нас сидит живой человек, который, дай бог ему здоровья, Алексей Александрович, может рассказать, как они играли против венгров. Это одна из величайших команд была в мировом футболе. Валер, ты сегодня играешь. Значит, как? Он говорит, мы решили играть от оборонки, там, Понедельник, Одинцов, Масалёв. Нам, говорит, очко вот за подлецов. Ну, так мы решили, там, тренерский состав, там, в тренерский состав Маслак ходит, там, Гиля Хусаинов, Игорный, Крутиков. Так решили. Я, говорит, тоже играть не буду. Так передай этому составу. Тимофеевич вышел. Все, Тимофеевич, мы, говорит, вообще вещи собираем, уходим. Вообще уходим в динамо. Сидит ему. Сидит поет ему прямо в этом, в номере. Я вообще молчу. Вдруг минут через пять бегут все они. Никита, Чапай, Дементьев, Крутиков, Маслак, Юра. Да вы что, вы что, нам осталось три игры. Да, если нам рукой подать до чемпионства, вы что, говорит, за бастовку? Ставьте, говорит, рингольд, и будет вопрос снят. Да мы решили, говорит, ну вы решили играть, и я играть не буду. Тимофеевич, говорит, не буду играть и все. Все, собирай вещи, говорит, у тебя сколько денег-то на самолет? Я вообще молчу. Вдруг Чапай уже минут через пять, ну установка на игру должна быть, мы что-то играем через час? Ладно, говорит, пойдем на установку, и Валерка играет. Выиграли игру 6-2. Мы их там разделили до гола вообще. А у них балда была приличная у Ростова. Они в тот год заняли четвертый. Из Динамо Федосов, Гешко, Артемьев, в общем, там балда, и Валька, и Вака. Играем с ними на кубок. Первая вот игра на кубок. Народу. Исаев отказывается, тренер Акимов, Михалыч, у них тренер Акимов, да, великий вратарь, Исаев отказывается играть, говорит, я не буду играть против Спартака. Ну, туда-сюда, короче, директор завода уговорил. И вот там момент. Спасибо. Они вышли так, как начали носиться. Не можем угловой. Берут за 15. Я подаю угловой, и ко мне Серега Ростов. Бежит, разыгрывается. И я попадаю, вместо того, чтобы посмотреть, там, снимать, разыграть с Серегой, как в дали попал Сереге в паховые кольца. Ну, на камеру. Попал, все, сознание все равно. И атака пошла на нашего Роза. А Игорь орет. Атака пошла, говорит, не на меня, а на... Да выкидем. Рашков. Так матом на него. Ты что, разлегся, да? Беги, беги. Не он, Ярошков, виноват. Ну, понятно. А виноват кто? Ну, понятно. С тех пор он тебя любит. Ты будешь варить, ты не возьми.